Заключенных в российских колониях за 10 месяцев этого года стало меньше на 28 304 человека. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы исполнения наказаний. Это данные без учета СИЗО и тюрем. Евгений Пригожин или повар Путина, глава ЧВК Вагнер и он лично вербует заключенных. Впервые об этом стало известно летом этого года. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожи. Глава команды против пыток Сергей Бабенец сказал в пятницу агентству, что его организация знает о вербовке заключенных в колониях Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской и Нижегородской областей Краснодарского края и практически всех регионов Северного Кавказа. Главная мотивация для зэков – свобода. Через полгода уходите домой, получив помиловать. У зэков в России, которых они вербуют, два пути, да? Либо он продолжает, знаешь, у него есть 10 лет сидеть, треть сидел, еще 7 гнить, либо есть вариант досрочно выйти, попытать себя счастье на войне, ну, как они себе так считают, да, рисуют. И, возможно, выжить. Но выжить удастся далеко не всем, тем более выйти из войны. Все эти предложения на словах звучат заманчиво, но на деле ни одного подтверждения обещаниям нет. Предлагают, а предлагают, а что получат, это не в реальности, никто не знает. В реальности пока подтверждено, ну, только получить кувалдой, да, по шее показатель. Задача зэков – воевать в Украине и тихо умирать. Либо они умирают от пули украинцев, либо умирают, не сдаваясь в плен. Во всяком случае, этому их стараются научить. Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Они не попадают в статистику потерь, из-за них мало кто будет волноваться. Он вербовал туда кого-то, знаете, убийц, да, бандитов, насильников. Старались не брать наркозависимым, потому что наркозависимые не сильно подчиняются. Но зэки не настолько боеспособны, насколько этого хочет российское правительство. Они не могут эффективно противостоять украинским военным. Боевой подготовки никакой не проходило. Что сказали, он окоп, надо брать. И все. Ты должен туда идти. Если туда не пойдешь, какая радость, тебе или там застрелят, или тут застрелят. Очередная жизнь, она не способствует качественному развитию. Это в американских фильмах, когда показывают, что это зэк, он целый день только и качается. Смотрите на российские тюрмы. Питание плохое, дневного света нету. То есть они слабые, все уже. То есть нет, да, жестокость есть, но они слишком переоценены очень сильно. В первую очередь Кремлю. Не стоит забывать, наемники ЧВК это в первую очередь наемники. За них платит не сам Пригожин по доброте душевной, не Путин из личного кармана. За них платят именно россияне. Его пресс-служба, это Пригожин, Евгений Викторович, лично финансирует, да? Секундочку, камон, ну какие деньги личные он дает? Это деньги из российского бюджета. У всего этого есть обратная, не сразу заметная сторона. Чем больше свободных мест появляется в колониях и тюрьмах, тем больше несогласных туда можно отправлять. То есть свободное место есть, то сюда можно кого-то отправить туда. В ноябре Путин подписал поправки в закон, которые отменяют запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой и непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений. По сути он теперь не просто закрывает глаза, а узаконивает преступников на войне, таких как Моторола. И таким как он, Путин будет давать медали. Вот настоящие герои путинской войны. Преступники и заключенные, которых будут ставить в пример детям в школах. Продолжение следует...